Всем привет, друзья! Приветствую всех, кто первый раз смотрит мой канал, первый раз смотрит мои видео. Настоятельно советую сейчас подписаться и поставить палец вверх. А в этом видео, ребята, я вам расскажу и покажу, как отремонтировать тросик сцепления на мотоцикле или на любой технике. Суть видео такова, как сделать надежное соединение. Вот эту самую бабышечку, из-за которой мы очень много мучаемся и просто тратим понапрасну кучу денег, чтобы заказать дорогой тросик на японский мотоцикл, на японскую технику. Или не важно вообще, на мотоцикл, на квадроцикл, на газонокосилку или еще где-нибудь. Везде есть тросик газа, везде абсолютно есть тросик газа. И сейчас в этом видео вы увидите, как отремонтировать тросик газа сцепления на чем-либо, где он есть. Даже на машине, блин. Вот, ребята, смотрим. Так, ну и что нам понадобится? Нам понадобятся защитные очки, потому что, ребята, берегите зрение. И мы будем работать с опасными инструментами. Это шуруповерт или болгарка. Но суть в том, что при работе у нас может обломиться сверло и отскочить вам в глаз. А при работе с болгаркой могут в глаза попасть искры. Используйте очки. Потом зубильцы, чтобы рубануть тросик. Свежезаточенные. Дальше. Бородок. Но это не просто бородок, это бородок специально заточенный тоже. Сейчас я вам все это объясню. Ребята. Так, дальше. Болтик М6. То есть, найдите какой-нибудь старый, ржавенький, возможно, чуть-чуть, но советский. Потому что там сталь хорошая. Не используйте такие желтые китайские болты. Далее. Старый тросик сцепления. Вот, он уже вот здесь вот у меня вытащенный из оплетки. На секундочку уточню. Уточню, для чего вообще этот ремонт мне понадобился. Потому что вот этот тросик. Мотоцикл Honda CBR 1000 RR. Цена этого тросика 2100 рублей. И плюс, его нужно еще ждать месяц. Ну, блин, ребята. Оплетка хорошая. Сам тросик хороший. Вот. Мы отрубаем тросик. Вот он. Вот здесь мы его отрубили. Не выкидывайте вот этот вот обрубок. Потому что вам нужно будет замерить длину всего тросика от бабышки до следующей бабышки. Вначале замерьте и напишите длину где-нибудь на листочке. Дальше. Вот здесь он у меня был перетертый конкретно. А здесь вот я расклепал старое соединение. Ради любопытства. Как оно вообще сделано. Сделано оно вообще, ребята, очень просто. Просто залита, как сказать, залита какая-то форма из металла. Из непонятного, конечно, какого. Но, блин, она такая вот, знаете, жесткая. Может это быть дюре алюминия или еще что-либо. Но она очень жесткая. Ну, как жесткая. Два удара бородком и она вот, ребята, разлетелась. Так, дальше что? Вот этот болтик мы берем. Ставим вот сюда вот. Берем зубильце какое-нибудь другое. Ну, или, я не знаю, или можно использовать, или можно воспользоваться вообще без него. И сверлим отверстие. В общем, просверлили отверстие. Для удобства я заранее отрезал шляпку болтика под ключ. Просверлили вот такое вот отверстие. И вставляем сюда тросик со стороны, где мы начали сверлить. Вот отсюда вот. А не вот отсюда, где имеются вот такие вот неровности. Видим. Тросик ставим, где начали сверлить. Вот отсюда вот. Где ровненько. Так, вот мы вставили наш болтик с отверстием. В общем, все просунули. Просунули, ребята, чтобы у вас выходил где-то на миллиметр, на два. Не больше двух миллиметров, например, как у меня. Дальше берем бородок. И вот такими движениями. Далее, ребята, новый тросик тоже не забываем протереть. Потому что где-то он у вас лежал. Пылинки, крупинки, соринки и так далее. И нам ни к чему. Вот смотрите, сколько грязи. Так, вот народ. Вставили тросик в оплетку. И еще скажу такую вещь. Не забывайте промыть саму оплетку. Потому что в ней может быть старая грязь. А старая грязь там не нужна. Промыть можно вот таким способом. Например, как у меня. Бутылочка с бензином. И в пробочке отверстие, сделанное гвоздиком. Когда у нас здесь тросика нет. Просто вот так вот прислоняем. Переворачиваем бутылочку. И вся грязь вливается с другой стороны. Так. И вот что у нас получилось в итоге. В итоге, ребята, у нас вот такая вот бабышка. Которую нам и нужно было добиться. Давайте сравним с заводской. Поширение, в принципе, так же, ребят. Ну, может, чуть пошире. Ну, мы ее маленечко обтачиваем. На наждаке. Вот тот как раз-таки краешек, где торчал у нас маленечко тросик. И все, ребята. Вообще, ребята, одной рукой неудобно снимать. В общем, вот так вот он сидит. Очень плотно. Все. Вот, ребята, готовы. Так, ребята. В общем, все готово. Времени на все про все. Ну, 30 минут там плюс-минус. Так, ну, ребят, будет нечестно, конечно, сейчас прекратить это видео, закончить запись. Давайте, ребята, сделаем так. Сделаем эксперимент. Я пожертвую вот этим новым тросиком, уже новым тросиком, чисто ради вас, ради этого видео, ребята. Ставьте пальцы вверх заранее. И смотрим, сколько выдержит этот тросик. Для эксперимента наш трос. Давай, фокусируйся. И монтировочка. Делаем вот так вот. И идем проверять. Например, и попытаюсь зажать его, знаете, куда? Вот сюда вот. Вот сюда вот к этой доске. Наступаю ногой. на монтировку. И, ребята, буду тянуть. Сейчас он будет горизонтально. Начинаю тянуть чисто вот так вот. Так он держит скользь. Перчатку даже держит. Что более чем достаточно для газа. А ребята вот так вот смотрим на результат. Ни хрена себе! Смотрите, если вы мне не верите. Охренеть! Тут, ребята, выдержит очень много. Тут я тянул килограмм, наверное, 50. Вот рукой. Как минимум. Вообще, блин, жесть. В общем, вот это вот, ребята, соединение. Я, блин, сам в шоке. У меня просто возник такой ремонт. Я долго думал, блин, как же сделать хорошо и быстро. И чтобы не заказывать, не покупать. Слишком маленькая деталь. Трудно фокусируется. В общем, вот такой вот. Даже, ребята, нисколечко не ушла. Как есть, так и есть. Отличный результат. Вот таким способом я починил свои тросики. Кому нравится. Так, ну и в общем все, народ. Вот такое вот видео. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте, ребята, пальцы вверх. Подписывайтесь. Блин, подписывайтесь, пацаны. Подписывайтесь. И пальцы вверх, пальцы вверх ставьте. В общем, ребята, вот такие вот нагрузки на вот этот вот тросик явно не идут. Это нагрузки на тросик газа. Тем более, такая нагрузка вообще в жизни не идет. Даже более. На сцепление тоже такая нагрузка не идет. Сколько сейчас вот я попытался, блин, порвать его. Ну, нифига вообще, блин, жесть. Ну, ребят, всем счастливо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok